всем привет добро пожаловать на канал сегодня второй день то есть вторая часть подготовки к рабочей неделе в планах произвести самую обычную уборку дома и подготовить гардероб чем я сейчас и занимаюсь разбираю вещи просматриваю что уже нужно отправить стирку эта стопка у меня вещей которые я буду гладить а эти я отправлю в стирку загружаю сначала темное белье машинку и использую гель для стирки темного от первого очень мне нравится это средство особенно его аромат процесс подготовки к рабочей неделе я начинаю с глажки да да именно с нее просто я это дело так не люблю что если этот пункт оставлю на конец после уборки то точно себя не заставлю гладить а надо поэтому со свежими покосилами принимают за этот процесс очень утомительный отглаженные вещи я предпочитаю вешать сразу на вешалке они за это время подостынут обвиснут и будут себя хорошо вести в шкафу рубашки и сорочки я глажу то с изнаночной стороны это с лицевой в общем когда как ну это для меня не столь принципиально но наверное есть какие-то особые правила и возможно что ими пользоваться приглашки даже очень удобно этот чехол который у меня сейчас на гладильной доске ну очень неудобный вот резинка не резинка нигде никак не закрепляется никак не натягивается поднимается вместе с бельем мотыляется колыхается в общем очень я расстроена что купила его а в другом никак не получалось они продаются упакованный ну не развернешь не посмотришь в общем родной чехол от этой гладильной доски он примялся потерся в общем стал пришел скажем так негодность мне пришлось его выбросить и вот не могу я подобрать нормальный чехол не могу я в магазинах у нас найти нормальный чехол который бы хорошо садился на гладильную доску в общем с которым было бы удобно производить этот процесс скважки я в общем-то заканчиваю уже у меня здесь это последняя деталь гардероба вот собираю утюг естественно и гладильную доску убираю потом вещи развешиваю они уже к этому времени остыли все хорошо а сейчас я перехожу к замене постельного белья очень нравятся мне вот эти комплекты которые я два взяла абсолютно одинаковые по качеству и по рисунку просто разный по цвету темно-голубой и бежевый очень довольна этим бельем а вот матрас кстати я вот так вот прохожусь по нему роликом с клейкой лентой он очень много собирает всего лишнего ненужного вот очень его удобно использовать вот посмотрите сколько он на себя собрал непонятно чего разные природы мусор а потом также снимаю вот эту уже использованную ленту и следующий раз опять буду использовать естественно вот здесь я одеваю такой же комплект но уже бежевый первая партия белья у меня уже постирала сейчас как раз загружу постельное белье вот буду использовать персил для цветных тканей для цветных вещей и кондиционер от фаберлик белье я развешиваю на балконе и вот длинные вещи такие как брюки простыни а пододеяльники я развешиваю вот на такой веревке протянутой а мелкие вещи футболки полотенца на сушилке я застилаю постель вот и перехожу к протиранию пыли пыль я буду протирать но сначала убираю конечно все вещи с поверхностей все предметы и пыль я буду протирать вот такими влажными салфетками от фаберлик нравится мне как они работают но только есть одну ну ну немного движения и она уже подсыхает и еще я влажными салфетками очень люблю протирать зеркала я вам уже об этом говорила но вот кстати когда протираете зеркало салфетками влажными от фаберлик после них нету смысла протирать сухой салфеткой как я делала это сейчас дело в том что достаточно протереть влажный тут же все высыхает вы сейчас это увидите на видео вот смотрите моментально никаких разводов ничего не остается абсолютно чистое зеркало я все-таки должна по справедливости заметить что с влажными салфетками уборка происходит намного быстрее не надо бегать постоянно в ванную и промывать эту тряпку вот протерла выбросила протерла выбросила очень мне надоело вот эта обувница вешалка своим цветом и вообще своей формы хочу заменить я в узкие пересмотрела кое-что ну посмотрим ближайшее время получится или нет этом я дезинфектор для моих учеников которые когда заходят сразу дезинфицируют руки кстати они очень в этом плане дисциплинированы молодцы вот но я еще плюс сверху над ними как шаман прохожусь и сбрызгиваю их спреем спиртовым ну вот и полочка они на эту полочку складывают обувь короче это . специально для их обуви а это комната зал но мы в общем-то фактически здесь не бываем мы собираемся только в том случае когда к нам приходят люди на общем собираются гости вот большими компаниями ну вот в общем то это мой рабочий кабинет и стулья тоже у меня такие знаете вот старые потому что ну как бы есть причины по которой стулья у меня там старые я хочу их в общем обтянуть специальными такими чехлами точнее спиночки обтянуть чехлами чтобы вот они выделялись вот эти спинки коричневые тоже на фоне но тоже в планах будем надеяться что в ближайшее время мне это удастся сделать вот пожалуйста постельное белье тоже у меня постирал загружаю еще стирку 3 уже здесь у меня тоже цветное белье опять пойдет вход и пойду вывешивать белье на улицу у меня в общем такой конвейер получается бегаю я здесь от уборки к стирке потом опять к уборке потом к развешиванию белья потом опять вот к уборке ну в общем то плажные полотенце то пылесос потом швабра в счастье раз в неделю я чашу пылесоса и фильтры обязательно промываю и хорошо просушиваю вот и сейчас я перехожу уже к ну как бы протиранию полов вот использую обязательно до месяц это обязательно потому что у меня бывает дома много народу поэтому без этого просто никак но до места сам я не каждый день баллы протираю но два раза в неделю точно а а а а а а Я выхожу на финишную прямую. Сейчас промываю половую тряпку, затем протру зеркало с помощью влажной салфетки, потом сухой протру. И раковину буду промывать. Буду делать это с помощью губки и хозяйственного мыла. Самый хороший помощник в этом случае. Причем я это делаю постоянно, я это делаю на день два раза. Иногда протираю вот так вот. И всегда спокойно бываю за раковину. И знаю, что мне не будет стыдно, если вдруг кто-то придет резко ко мне в гости и зайдет в ванную, чтобы руки помыть. Освобождаю контейнер от мусора, потом загружаю чистым полиэтиленовым пакетом. И корзиночку вот эту протираю, тут всякие мелочи. Ну и салфетки тоже держу. Вот протираю поверхность стиральной машинки. И раскладываю все по своим местам. И застилаю коврики. Я здесь хвастаюсь вам своим ковриком. Новым приобретением в Юске я показывала. Как же он мне нравится. Это красивое яркое пятно в ванной комнате. А затем я перехожу на кухню. Здесь меняю полотенце, тряпочки. Развешиваю чистые, новые. И обязательно раз в неделю я меняю губку. Обязательно. Потому что это такой рассадник бактерий. От нее нужно быстрее избавляться. Короче, у меня завершающие такие нотки. Меняю полотенце, возвращаю коврики на место. И вообще всегда я дом, знаете как, оставляю в чистоте. Все время в ожидании гостей. То есть мне все время кажется, что, например, с работы я приду, и кто-то придет со мной. И мне так будет приятно, что если мой чистый дом будет принимать гостей у себя. И последняя моя стирка уже тоже готова. Я сейчас буду ее вывешивать, а потом буду приводить себя в порядок, принимать душ. И мы с подругами поедем к морю. Поработали, нужно отдыхать. Какие здесь раскрылись цветочки. Вот эти стелющиеся. Я не знаю, как они называются. Вот эти вот цветы, которые стелятся. У нас на дачах обычно. В общем, в пляжных зонах. Возле моря. Иду, 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 иду. А мы, короче, приехали на отдых. В общем, делу время, потехе час. Ну, делу я много времени уделила. Много чего успела сделать. А сейчас с подругами встретилась, мы приехали к морю, в Бельгян. Ой, кувшинки раскрылись. А, сейчас покажу. Видишь, что недели их не было. Как клево. А вот смотри, прям рядом. И рыбки плавают тут во всем. Надежда, ему пришлось от ее. А здесь такой вот сосновый бор. Я уже показывала, здесь домики стоят. Мы уже ходили не так давно, когда мы с подушками фитнесом занимались там на спортплощадке. Ну, в общем, короче, и вот так вот сосны и солнце. Но сегодня не так жарко, как вчера вчера. Ой, там тоже такая вот эта сиренево-малиновая поляночка. Невозможно мимо пройти. Понятно, что это не что-то такое необычное. Я не знаю, что прям такого внимания требует. Ну, просто это так красиво. Так, это красиво, такой ковер этих цветов. Издалека вообще так это видно классно. Видите, да? В общем, это у нас зона санаторий кардиологический. И мы сюда постоянно приезжаем отдохнуть, побродить по берегу моря, чай попить. Ну, и к чаю можно что-нибудь. Там вон детишки играют в волейбол. Ну, здесь есть отдыхающие люди, которые снимают эти коттеджи. Так что, вот, здесь одно удовольствие, конечно, неделю провести. Это целый год здоровья, правильно? Неделя отдыха здесь, это целый год здоровья потом. Ну, я вообще, да? Ну, это да, естественно. Это же больная. Да. С удовольствием, слабуха. Да. Свежий воздух, чистейший. Белочки. Есть? Белки, белки. Ау. Ну, они прячутся где-то. Сейчас найдем. Если бы вам прям подбиралась вот этот. Да, отбиралась. Конечно. Беседка. Беседочка. Да. С такой длинной лавочкой, длинным столом. Нашим. Ну, мы это да. Я туда сейчас спущусь. Мы здесь будем или куда идем? Вниз посмотрим. Вниз идем, давайте. Идемте к морю. Морским воздухом. Подышим. Вась, сколько можно работать? О, подружки мои полетели. Вороны. И друзья мои вороны. Опа. А скоро начнет созревать инжир. Вот это да. Ну, где ты покажись? Вы посмотрите. Это не инжир, это яблоко будет. Вы видите эту красоту? Кому-то свезет первым поймать желтые плоды инжира. А море волнуется. У нас не сильный, но есть ветерок. Море волнуется. Мы спустимся сейчас вниз. Вороны летают. Мы спустимся вниз. Да, там что-то трактор работает. Что-то делаешь. Что-то новое будет. А там территорию разделили, вы видите? Вот где вышка. Там что-то будет. А что там будет? Трактор. Ну, в общем, короче, этим летом что-то новое ожидается здесь. Вот, трактор работает, зачистил территорию. Не знаю, что-то будет. И там вот разделили тоже на зоны, на две таких прямоугольника. О! Ну, как же без животных? Ну, как же? Никак. Никак нам без вас, никак, други. Никак без вас, а? Все, хоть глаза открой, что ли. Слепая или что? Нет, Солнце? Да, ну вот. В общем, такие у нас преображения происходят. Это, оно больше всего. Ветерочек. Особенно, когда ветер на большее. Но это когда Солнце есть. А Солнца сейчас нет. Солнце. Солнце вон. За тучами, за облаками. Солнце. Нет, второй, значит, для кусоров, а первый для девичек. Да, просто мне пришлось и так. И не надо прятаться под крышей, пусть он барабанит, пусть, пусть он видит, пусть он слышит, что его я не боюсь. Пусть он видит, пусть он видит, пусть он слышит, пусть он видит, пусть он слышит, что его я не боюсь. Дождь идет. Дождь идет, дождь идет, стучит по тротуару и не хочет перестать. Он старается, он старается, даром, даром, солнце выглянет опять. Он старается, даром, даром, солнце выглянет опять. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Все будет так. Ждем в комментариях ваши аплодисменты. Я сказала. Гляньте, это мадама, как легла тут перпендикулярно бордюру и балдеет. Мы мечтаем на недельку. Да, она тут живет. Ну что? Короче, мы тут на общем собрании решили, что нам надо пойти поесть рыбу. Если нам ее сегодня дадут, значит мы покушаем. Дадут. Дадут. Догонят, еще дадут. Нам пока принесли салатик, рыбы у нас не будет, нет у них рыбы сегодня. Нам не повезло, не рыбный день. Но мы заказали кябаб. Вот у нас салатик, хлебушек, водичка. Ты за стол? Ты за стол к нам? Присоединяйтесь, присоединяйтесь. У нас пока есть что погрызнуть. Вот мы так набросились на кябаб, я его даже не сняла. В общем, у нас тут люля, у нас тут помидорчики. У нас тут было три демьянки, осталась одна. Вот. И у нас антрекот с яблочком. А две, да. Да, ну вот. Нам приятного аппетита. Все, кто за столом, тоже. Мы пьем чай, варенье, конфеты. Кексы. Кексы. Еще конфеты. Ну, в общем, нам хорошо. И очень интересная тема. Беседа. Да, и ведем интересные беседы. У меня зелень зеленая-зеленая. Может быть, я стар硬 в пер stand pub? Да. Ну, не думаю, я просто planet. Там читаю некоторые стации. Все, больше ничего надо было. Сегодня у меня его... Я его... Сколько, я не знаю. Ну, не коммо. Ни месяц... Друзья надо лиrence. Пока мы тут отдыхали, позакрывались цветочки. Ой, хорошо мы посидели, воздухом подышали. Так хорошо, товарищи. Надо обязательно выезжать. Обязательно к морю нужно выезжать, чтобы подышать воздухом чистым. Этого так не хватает. В этих городских прериях надышишься этими выхлопными газами. Духота и так далее и тому подобное. Здесь благодать. Тише благодать. И кувшинки закрылись. Одна только еще сопротивляет. Не удивляется, остальные закрылись. А что-то фонтаны отключили. Вроде как время самое оно фонтаном отключили. Зачем? Субтитры сделал DimaTorzok